Приветствую вас. Надеюсь, мне бы хотелось того, чтобы сказать вам о том, что, в принципе, ваша проблема не является какой-то, знаете, необычной, сверхъестественной, неправильной, уникальной и так далее. Также хочу вам сказать, что вы не больны, что у вас все в порядке. Просто то, что вы описываете, называется тревожностью. Тревожностью, потому что в душе вы остаетесь одним человеком, а в реальной жизни обстоятельства меняются, меняются достаточно быстро, и от вас требуется уже совсем другое. От вас требуются уже меняющиеся, изменчивые, очень, значит, ну, поведение, поступки, действия, и вы не всегда знаете, как правильно отреагировать на них. Так вот, значит, смотрите, если вот говорить подробно о том, что вы их пишете, значит, вы говорите, что с тех пор, как вам исполнилось восемнадцать, появилось чувство, что жизнь стала убывать. То есть появилась тревожность, да, такая может быть нервозность, и так далее. Смотрите, именно с восемнадцати лет у вас появилось это чувство. Вот вам исполнилось восемнадцать лет, и вы тут же начали это ощущать. Имеется какой-то барьер. Барьер. Может быть барьер с творческого налетия, может быть что-то еще. И возникает вопрос. Что это? Может быть вам ваше общество внушило, что в восемнадцати лет начинается спад, и вы боитесь именно того, что вы стали взрослым. Может быть, к вам стали предъявляться такие требования, которые кажутся вам несопоставимыми с той, какой вы себя чувствуете в душе. Вот почему именно восемнадцать лет? Почему именно такой вот вам выбирать? Давайте подумаем. Откуда взялась эта мысль, что в восемнадцатом лет все это должно очень круто измениться? И самое главное, вот вы говорите, вам кажется, появилось ощущение, чувство, что жизнь стала убывать. А как это чувство проявляется? Я думаю, что вы сами по себе хотите остаться той же, с кем вы были до этого. Хоть может быть той маленькой девочкой, которой вы были, той беззаботной девочкой, которой вы были. А та маленькая беззаботная девочка всегда имела потенциал. У нее был потенциал. У нее было все впереди. А сейчас вы уже не маленькая девочка. И вам потенциал уже нужно реализовывать. И вы боитесь, что у вас не получится этого сделать. Вы сомневаетесь в себе. И как следствие пытаетесь убежать обратно в детство. То есть, причина этому неуверенность в себе. Неуверенность в собственных силах. И тогда давайте подумаем, а в чем же именно вы не уверены? В чем именно вы не уверены и почему? И тогда станет более понятно, откуда проявляет ваша привозность. Может быть, ваши родители чего-то от вас хотят. Может быть, на вас возлагается слишком много надежд. Может быть, очень много ожиданий к вам. Может быть, что-то еще. В любом случае, вы в какой-то момент ощутили, что на вас наваливается больше, чем вы можете удержать. Больше, чем вы можете справиться. Поэтому так, по крайней мере, вы чувствуете все то, что вы пишете про загруппниц, там, про то, что вам говорят, что, так и не вам, а вот другим говорят, что меньше, чем реальный возраст, так же про ребенка и так далее. Но самое главное, это то, что вы хотите вернуться в прошлое с самого начала, но с нынешним умом. Вот зачем вам возвращаться с самого начала? Потому что вы что-то не сделали, что-то упустили. То, что вы упустили, и вызывает у вас тревожность, на самом деле. Это самая тревожность, она будет с вами до тех пор, пока вы не выявите для себя такой важный аспект. То, что ситуация, которая у вас была, и которая, как вам кажется, мы упустили, раскрывается через парадокс. Какой парадокс, я вам сейчас объясню. Выключается он в том, что каждый раз, когда человек оказывается в ситуации, какой угодно ситуации, неважно какой, он видит для себя один выход из нее. Он не видит выходов других, какие могут быть. Так что он, конечно, их видит, но они его, эти выходы, не устраивают. И человек принимает решение, вот, скажем, одно. Решение принимает, последствия этого решения человек потом видит. И если последствия решения ему не нравятся, а понятно, что это далеко не идеальное решение, далеко не всегда идеальное решение, то вот такому человеку, например, вам, начинает казаться, что вот было бы здорово, если бы он вернулся в прошлое, и, так сказать, с уже полученными знаниями, да, смог бы вот сделать то, что он не сделал правильно в определенной ситуации. А правда в том, что так нельзя. И правда в том, что вот, когда вам кажется, что вы что-то сделали не так, недостаточно хорошо, это нормально. В этом нет ничего плохого. Именно так люди и учатся. И если вы думаете, если вы считаете, что в ваших силах было поступить как-то иначе и по-другому, ну, вы ошибаетесь. Не могли вы никак поступить иначе. Потому что на тот момент вам видела ситуация под одним углом, теперь она видится вам под другим углом, и вы уже смотрите на нее как бы из будущего. Из будущего для этой ситуации. Вы вышли из нее. И выйдя из нее, мы стали наблюдателем. Наблюдатель видит больше решений, чем субъект ситуации. У субъектов всегда связаны руки. И всегда гораздо более, гораздо сильнее суден взгляд. Просто в силу, так сказать, своей зависимости. В силу своей вовлеченности в ситуацию. Поэтому я вам очень рекомендую вот эту идею для себя принять по возможности и не горевать по поводу того, что вы что-то не смогли. Но вы и не сможете, прошу прощения за пистологию всего с ночи. У вас пистологически. Только учиться, набираться опыта, чтобы при повторении типовой ситуации вести себя уже по-другому и последствия тогда были лучше, чем они были. Это единственное, что мы можем сделать. Это единственное, что вы можете сделать. Дальше. Следующий важный момент это момент, связанный с отношениями. В принципе, я уже об этом говорил чуть-чуть. Но знаете, внешне общественное мнение оно в вашем случае как мне видится очень сильно на вас смеяет. отчего каких-то хотите вы? Чего желаете вы? Что вам нужно? Что вам интересно? О чем вы мечтаете? Не вот это, то, что вы пишете вернуться назад, вернуться в прошлое. Нет. О чем вы мечтаете для себя? Какие у вас желания? И чего от вас хотят другие? Уверен, есть достаточно большая, достаточно сильная разница в том, что хотите вы и чего хотите хотят вас другие. И вот именно поэтому с этим конфликтом нужно тоже разбираться. Вам именно понятно, важно не то, чего хотят от вас другие, а чего хотите вы сами. Важно доверять своим эмоциям, своим переживаниям, своим чувствам. Важно доверять своим желаниям. Именно доверять себе. И тогда, когда вы доверяете себе, перестав корить себя за какие-то ошибки, за какие-то промахи, за некие погрешности, у вас появится возможность и опадет необходимость постоянно хотеть быть моложе. Потому что вам это просто будет не нужно. Как только вы почувствуете, что вы та, какая вы есть, та, какая вы должна быть, у вас все станет на свои места. Но для начала самое главное это нужно понять, что изменилось вокруг вас и почему вы не изменились вместе с этим. Думаю, что ваш страх это не сколько страх, сколько именно тревожность. Тревожность. Тревожность состояния это достаточно легкая форма страха и с ним можно успешно бороться в том направлении, в каком я вам описал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.